Альфа-стоматология Альфа-стоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте! С вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Выполнить в срок ремонт Старожиловской больницы контролирует губернатор. Бесплатно и анонимно рязанцы смогли сдать тест на ВИЧ. Едят запоями. Кто такие булимики? Виниры, коронки и вкладки. Как выглядят современные стоматологические протезы? С незапланированным визитом губернатор побывал в Старожиловской районной больнице. Напомним, что после обращения местных жителей в июне этого года на ее ремонт были выделены средства. Однако он уже идет с отставанием на три недели. Начать решили с поликлиники. В Старожиловской районной больнице идет ремонт в детском отделении. Продолжить его в поликлинике для взрослых. Напомним, что работы начали после обращения местных жителей. Они написали на странице губернатора в социальной сети. Продолжать, конечно, надо ремонт, надо обязательно и лечебным отделением заниматься, потому что давно не вкладывали сюда средства. Сторожаловская районная больница обслуживает около 16 тысяч человек, но капитального ремонта здания здесь не было с момента его открытия. Сейчас на ремонт больницы выделили более 5 миллионов, однако работы уже идут с оставанием как минимум в три недели. Социальные объекты, мне кажется, должны ремонтировать какие-то госструктуры, госкорпорации, я не знаю что-то. Тут 44, мы сейчас не ремонтируем на связи с одержкой. Нагоните вы? Я думаю, неделю-то опоздаем, максимум. Ну, неделю-то еще худа не шло, но надо нагнать, конечно. Да, здесь дети, в первую очередь больные. Детская, на 80% уже выполнена, осталось раз в два окна и все вымыть и покрасить. Как отметил губернатор, в целом в Рязанской области в неудовлетворительном состоянии находятся всего три здания ЦРБ. На их ремонт он обещал выделить средства, чтобы первичное звено здравоохранения в районных центрах выглядело и работало достойно. Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно, об этом сообщил министр здравоохранения России. Инициатива вступит в силу уже в следующем году. Необходимые медикаменты люди будут получать как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. При этом лекарства будут выдаваться всем категориям граждан, а не только льготникам. Это позволит избежать повторных инфарктов и инсультов у людей, которые уже столкнулись с этой проблемой. Экспресс-тест на ВИЧ можно сделать бесплатно и анонимно. Акция проводится в Минздравом России более чем в 190 городах страны. В Рязани она прошла на площади Победы. Что такое ВИЧ и чем он опасен, расскажем далее. Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ-экспедиции» пройдет в 40 регионах страны. Врачи проедут в 191 городах. Акции проводятся, чтобы рассказать жителям о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Волонтеры, раздающие листовки, предлагают бесплатно пройти тестирование. Человек заходит к нам, мы его консультируем. Очень важный момент не просто протестировать, но и дать информацию о ВИЧ-инфекции. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией, как можно себя защитить. Я понимаю, что люди все взрослые, да, и постоянно говорят о том, что мы все сами знаем. Но когда мы начинаем более глубже подходить к этому, то есть практически у каждого человека есть риск заражения ВИЧ-инфекцией. Потому что либо кто-то не знает ВИЧ-татус партнера в постоянных парах, и они никогда не обследовались, например. Либо, например, там, употребление инъекционных наркотиков. Пройти тест может любой желающий. Обследование бесплатное и анонимное. Результат готов в течение 10 минут. Если он положительный, пациенту рассказывают, что делать дальше. Мы выстраиваем маршрут. То есть, прежде всего, мы оказываем поддержку, и мы объясняем, что с этим жить можно. Это не конец жизни. Нужно человеку оказать поддержку, что на этом жизнь не закончена. Что сейчас он пойдет, дойдет до центра СПИД, сдаст там анализы. Потому что на основании экспресс-диагностики мы не ставим диагноз. Мы как бы человеку направляем, он идет уже дополнительно, сдает анализы уже лабораторные. Данные анализы передаются в центр СПИД, где получают поддержку больные. Кстати, там же бесплатно можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию тем, кто не успел принять участие в акции тест на ВИЧ-экспедиция. Дина Ислева, Станислав Кудрюшов, телекомпания «Город». Едят запоями, а потом устраивают интенсивные разгрузки. Многие люди не воспринимают булимию как заболевание. Однако это пищевое расстройство не менее опасно, чем анорексия. Около 5% людей страдают булимией. Их не видно в толпе прохожих, ведь булимики имеют нормальную или немного избыточную массу тела. Нюанс в том, что они склонны к периодам неконтролируемого аппетита. То есть едят в больших количествах. Многие в России знают, что такое запой алкоголика, когда контроль теряется. Вот у булимика то же самое. То есть человек держится, все у него хорошо. В какой-то момент случилось что-то на работе, кругался, личная какая-то трагедия. И человек понимает, что вот сейчас он не может не есть. То есть он подходит к холодильнику и начинает поглощать какие-то огромные объемы. Человек продолжает есть до того момента, пока не сработает баррецептор. То есть когда организм не начнет выталкивать пищу обратно. В этот момент человек приходит в себя, осознает, что он сделал и пытается избавиться от лишних калорий. Способов несколько. Это может быть рвота или изматывающие физические нагрузки. Проблема булимии, она чаще встречается у тех лиц, у публичных. Работа их связана с внешностью. Это фитнес-тренеры, спортсмены, телеведущие и так далее. То есть булимия реже встречается, например, у людей, ведущих, относительно спокойный, размеренный какой-то офисный образ жизни. В отличие от аноректиков, которые хотят похудеть из-за проблем с самооценкой, булимики нормально относятся к собственному телу. То есть адекватно воспринимают свою внешность. А желание есть часто связано с внешними, а не внутренними факторами. Например, стрессом. Вспомните младенца. Когда он плачет, когда у него что-то нехорошо, мы даем ему либо руть, либо рожок в соску. Мы начинаем сцать. Это эквивалент еды и безопасности, защищенности. То есть когда ребенок начинает жевать, он успокаивается. А взрослые, несмотря на то, что они стали взрослыми, тем не менее, вот эти оральные механизмы, они никуда не делись. Булимию на начальном этапе победить несложно. Для этого нужен самоконтроль, а также новое увлечение. Ведь еда – это древний и малоэффективный способ борьбы со стрессом. Во время приступов ее лучше заменить на йогу, бег, встречу с друзьями, общение с домашними любимцами, просмотр любимого сериала и другие вещи, которые могут сделать вас счастливыми. Снизить частоту приступов помогает и планирование питания. Если кушать регулярно и с учетом калорий, то сахар в вашей крови будет под контролем. А это значит, что резких перепадов аппетита удастся избежать. Винеры, коронки и вкладки – все это виды современных стоматологических протезов. Они функциональны и эстетичны, а подсветы не отличаются от настоящих зубов. Как их ставят и из чего делают, узнала наша съемочная группа. Если у человека отсутствует один или несколько зубов, то врачи-стоматологи советуют установить ортопедическую конструкцию. Другое название у этого – протез. Однако само слово к современной стоматологии имеет мало отношений. Если раньше они служили только для восстановления функций оживания, то современная медицина – это еще и маленький шедевр в плане эстетики. Все вокруг нас переходит на цифровые технологии. То же самое в стоматологии. То есть сейчас мы переходим на цифровые технологии. Уже многие ортопедические конструкции изготавливаются не зубным техником, а на специальном фрезерном станке происходит моделировка в компьютерной программе. И в дальнейшем на фрезерном станке из специальных заготовок уже происходит вытачивание. Это более точно, это более современно, быстро и, соответственно, качественно. Зубы человека сами не восстанавливаются, поэтому врачи-стоматологи сами искусственно воссоздают то, что так необходимо. А современные технологии и материалы позволяют уменьшить противопоказания для различных ситуаций, сокращают сроки адаптации, помогают врачу добиться идеального сочетания функциональности и эстетики ортопедической конструкции. Ортопедическая стоматология – это, конечно, финальный этап всех манипуляций. Но в нашей клинике это еще и начальный этап. Дело в том, что все консультации провожу я, как врач-ортопед. Я, конечно, привлекаю всех специалистов – терапевтов, парадонтологов, гигиенистов, хирургов, имплантологов, для того, чтобы правильно и качественно провести все стоматологическое лечение. Согласно нормативам, при соблюдении рекомендаций, ортопедическая конструкция должна прослужить минимум год. В клинике альфа-стоматология процесс протезирования – это совместная работа врачей различных направлений. Они в том числе обучают человека гигиене, основным правилам ухода вне клиники, важности профилактического посещения и многому другому. Благодаря качеству и правильному уходу, ортопедическая конструкция может послужить всю жизнь. Хорошая материальная база и владение различными технологиями позволяют выбрать оптимальный вариант для каждого человека. Но можно выделить основные виды протезирования – съемной и несъемной конструкции. У нас два варианта. Первый вариант – мы можем ваши зубки депульпировать, убрать из них нервы, обточить вот таким образом и установить мастовидную конструкцию. Второй вариант – мы не трогаем ваши зубки, а мы устанавливаем сюда имплант. Как нам еще сказали вне кадра специалисты альфа-стоматологии, мы не увидим в конечном итоге импланты или грамотно вылеченные каналы зубов. Благодаря качественному протезированию мы должны увидеть красивые и здоровые зубки, мы должны увидеть улыбку уверенного в себе человека. Познакомившись с процессом лечения в альфа-стоматологии, создалось впечатление, что улыбчивых людей из клиники выходит много. Клиника альфа-стоматологии работает ежедневно и находится по адресу улица Тержинского, дом 33, корпус 1. А в ноябре этого года открывается новая просторная клиника альфа-стоматологии в торговом центре «Еж» возле Дворца молодежи Наполетаева. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире!